Данный видеоролик не несет цели оскорбить отдельных личностей, вызвать хайп, показать свою экспертность в криптовалютном мире лучше других лиц или в целом навредить кому-то, так как дело всех криптоаналитиков на ютубе должно сводиться к помощи зрителям и общей цели заработка на криптовалютном рынке. Ролик был сделан по просьбам подписчиков и ориентирован на безопасность и сохранение денежных средств зрителей, знакомых, коллег и в конце концов друзей, поэтому не несет какой-либо пропаганды ненависти и предвзятого отношения к отдельным личностям. Всем привет, друзья! В одном видеоролике я обещал вам сделать видео про доверительное управление, рассказать правду, предоставить факты и полностью аргументировать, почему вы с высокой долей вероятности потеряете деньги на доверительном управлении. Все факты я взял с открытого доступа, подделывать скрины нет смысла, поэтому я все новости и непосредственно топики форумов оставлю в описании, где вы можете посмотреть отзывы людей, настоящие отзывы, которые будут сводиться к тому, чтобы вы задумались, а стоит ли нести деньги в доверительное управление. Ни для кого не секрет, что YouTube это отличный инструмент продвижения своего бренда, ведь если ты компетентен в какой-либо теме, то ты можешь предоставлять услуги в этой области, тем самым прокачивая свой бренд. Ну и попутно собственный капитал, но иногда люди этим сильно злоупотребляют и даже не подозревают, чем все это может закончиться. В этом видеоролике я буду брать только факты и путем холодного рассудка приведу ряд причин, по которым доверительное управление является самым плохим путем для приумножения лично своей прибыли. Часть первая. Иллюзорное представление. В криптовалютном мире, когда человек несет деньги на доверительное управление, его голове рисуются трейдеры, которые имеют высокий уровень экспертности в силу долгих лет трейдинга и имеют 95% положительных закрытых сделок. Эта картинка в голове складывается за счет нескольких факторов. Во-первых, с помощью привлекательной посадочной страницы, а именно лендинга, где может говориться, что автор имеет опыт торговли в Нью-Йорке на Олл-стрит и заколачивает кучу денег. И делает он это более 10 лет, поэтому денег хоть жопой жуй. Во-вторых, в силу развитости технологий платформа YouTube способна давать хорошие трафики, так как эпоха сайтов уже умирает. Людям проще смотреть и слушать какую-либо информацию, нежели читать. Вот тут у нас и подъезжает паренек с четырью мониторами в видеоролике, чтобы подчеркнуть свою экспертность в видео и дать прогноз, куда пойдет биткоин или иной криптовалютный актив. В чем фишка, спросите вы? А фишка в том, что прогнозы будут в 99% сбываться, если удалить видеоролики с неверными прогнозами, вследствие которых люди потерпели фиаско. В-третьих, хвастовство материальными благами, к сожалению, людей больше подкупает, нежели видеоролики сделок в реальном времени. Или реальные фотографии успешных сделок, коих должно быть равно или более 95%. Четвертое, недостаток информации о криптоэксперте ведет к тому, что человек несет свои деньги, невзирая на прошлое данного человека. Как он пришел в криптовалютный мир? Когда это было? Документы о том, что человек имел опыт работы в торговле на Уолл-стрит. Его личные результаты. Что на сегодняшний день он имеет? Где проживает? Как зарабатывает? И чем занимается? Фото, видео 10 реальных сделок за последнее время. Обязательства и гарантии с его стороны. И в конце концов заключение договора, если сумма значительная. После всех этих выполненных пунктов, вы только тогда имеете и можете право думать, что можете передать деньги этому человеку. Однако вы можете то же самое предъявить мне, но я, к сожалению, не предоставлял и не предоставляю и не буду предоставлять услуги по доверительному управлению. К тому же я не являюсь активным трейдером. В-пятых, положительные отзывы у эксперта также могут быть ошибочными, а негативные просто удалены. Например, здесь на сайте известного трейдера Хамаха мы видим почти двухмесячный провал по отзывам. Это может означать, что Максим не предупредил заранее своих учеников о грядущем падении и взял с них деньги на доверительное управление в декабре в надежде на то, что биткоин исправится и продолжит рост. Это подтверждает самоуверенный ролик с его участием в январе месяце, где он заявил, что фундаментальных причин для падения нет и цена биткоина вернется выше 14 тысяч долларов уже на этой неделе. Судя по перезаливам удаленного ролика с его канала и цене биткоина, это должно было случиться с 16 до 23 января. Трейдер аргументировал это тем, что много людей хочет купить биткоин и когда биржи откроют регистрацию, то рынок подымется. Однако не взял во внимание тот факт, что на рынке решают миллиарды, а не миллионы долларов. Значит, фундаментальных причин для этого падения нет никаких. На этой неделе, конкретный день я не буду говорить, цена обратно вернется выше 14. Вы забываете, что огромное количество людей хочет сейчас зайти в рынок. На многих биржах регистрации закрыты, на Bitfinex вчера их открыли, пока по рынку не видно, но очень скоро мы будем видеть и включение других бирж. Если буквально на следующей неделе там Bittrex и так далее пооткрывают, Kraken и так далее, кто там еще позакрывал, пооткрывают регистрации, это будет очень большой стимул роста, он будет очень неожиданный для кого-то. Так, я бы рекомендовал бы прикупить альты. До скорых встреч, не говорите потом, что вас не предупреждали. 23 января стоимость биткоина была равна 10 748 долларов, а уже в начале февраля биткоин упал ниже 7000 долларов. Но вместо того, чтобы признать ошибку, Максим удаляет старое видео и более того, просто заливает отзыв своего ученика, не успокоив людей в комментариях. У инвесторов, которые отдавали деньги на управление Максиму, в декабре просто паника, а под видеороликом виднеются разъяренные комментарии и требования извиниться за то, что он порекомендовал покупать биткоин по 12000 долларов, а также полное недовольство про курс Максима за 500 долларов, где со слов криптоинвесторов дается багнутый криптосканер и запоздалые новости. Единственное, что у меня вызывает, конечно же, уважение к Максиму, так это то, что он не удалял комментарии, не закрывал рейтинг видеоролика и не хамил недовольным инвесторам, ну или просто зрителям. Часть вторая. Будьте требовательны и отстаивайте свои права потребителя даже в интернете. Главная проблема в том, что многие нетребовательны. Заказывая какую-либо услугу у человека, который называет себя экспертом в той или иной области, вы имеете полное право требовать у него результаты его последних сделок. Если речь идет о трейдерстве, нецелесообразно требовать показывать машину или яхту, так как почти все материальные блага поддаются аренде. Следует требовать видеоролики трейда в реальном времени и реальные фотографии, которые невозможно подделать. Если речь идет о большой сумме, то требуйте встречи и заключения договора. К примеру, Павлу Няшину прилетал человек в Питер из Беларуси и отдавал огромную сумму на доверительное управление, не заключив договор. И в итоге получилось то, что он эти деньги просто подарил, несмотря на то, что сделка была снята на видео. Поэтому одна единственная зацепка на тот момент времени у этого парня была именно заключение письменного договора, хотя я считаю, что это бы получилось бессмысленно, так как граждане совершенно разных государств. Я понимаю, что задним числом всегда легко говорить, но тем не менее самое лучшее, что парень мог сделать, это не лететь в Питер, а путем проб и ошибок начинать торговать самостоятельно. Часть третья. Криптоэксперты на Ютубе. Кто они? Что касается лично себя, скажу, что я не являюсь экспертом, я делюсь мнением, наблюдением и посредними новостями криптовалютного рынка, поэтому канал можно считать больше информационным, нежели профильным. Также стараюсь избегать ошибок путем частичного инвестирования в криптовалютные активы на нижних уровнях, так как глобальный тренд у нас медвежий, и это все еще длится с декабря месяца. Глупо утверждать, что вы станете сказочно богаты в течение короткого периода времени. На восстановление рынка и полноценный разворот потребуется немало времени. Поэтому обещания о гарантированной сверхприбыли на лендинг-платформах криптоэкспертов выглядят очень смешно и в то же время заманчиво для среднестатистического пользователя. Что касается отдельной моей ситуации с таким криптовалютным каналом, как Хамаха, который проводит обучение учеников своих. 17 июля, когда стоимость биткоина была около 6700 долларов, что сделал Максим? Правильно, он давал по рукам своим ученикам и до сих пор так и не признав тот факт, что разворот рынка был совершен и что в краткосрочной перспективе можно было бы заработать. И в итоге через несколько дней биткоин достиг отметки 8500 долларов люди не заработали. Ну а Максимка продолжает себя считать криптогуру, так как по факту он говорил про падение. Любой может сказать про падение за пару месяцев и в итоге угадает. Почему? Да потому что после роста биткоина следует явное падение, это аксиома. Поэтому Хамаха в этой ситуации полностью не прав, так как не признал ошибку и не дал людям и своим ученикам заработать. А что касается моего прошлого ролика по этому инциденту, то я указывал на то, что он не прав по времени. Тем более я в видеоролике указывал на то, что мы можем упасть. Так как новые деньги не пришли на рынок криптовалюты, капитализация всего рынка уверенно не проходила 300 миллиардов долларов. Это не разворот, это ложный рост, я тоже так думал до 7700, я это признаю. Но сейчас мы видим, что биткоин развернулся и на этом ложном росте в кавычках можно было заработать. 7700 это ключевая зона поддержки, ниже которой если биткоин упадет и покажет красную свечу вниз быстро, то оттуда он уже может не выбраться, это во-первых. Во-вторых капитализация рынка до 300 миллиардов долларов, она еще будет гулять, новых денег на горизонте не видно. Отдельные личности также не попадают с прогнозами, но тем не менее набирают людей, проводят обучение. Это еще раз говорит о том, что ошибаются абсолютно все и схема обучения на лоха, она кстати работает. Что хочу сказать последок в этой части, я считаю, что если вы задались целью искать трейдера со 100% попаданием по прогнозам, то это заведомо проигрышная позиция. Часть 4. Опыт. Старайтесь учиться на своих ошибках, если задались целью быть трейдером. Это единственный путь к успеху. Лучше потерять деньги и получить опыт, нежели потерять деньги и получить ничего. Даже люди с огромным опытом ошибаются. Вы можете найти сходство в жизни, в реальной жизни, когда, казалось бы, опытный водитель с огромным стажем попал в аварию по своей вине. Ситуации из жизни еще раз говорят о том, что ошибаются абсолютно все, не ошибается тот, кто ничего не делает. Ну а лучшим вложением остается инвестирование в знания и самообразование. Часть 5. Так как все-таки не прогореть? Я уже указывал, что лучше вложиться в себя, нежели отдать деньги кому-то. Методом проб и ошибок вы получаете желаемый опыт. Это огромная ценность. Что касается криптовалютных активов, старайтесь не гнаться за их сами и вкладывайте свободные деньги только в технологию, которая виднеется за той или иной криптовалютой. И самое главное, не делайте это на высоких уровнях. Делайте это на нижних уровнях. А также не храните яйца в одной корзине. Развейте риски как в плане инвестиций, так и в безопасности. Не поленитесь скачивать официальные биткоин-кошельки и ждать синхронизацию. Это плата за безопасность. С помощью шифрования и копий файла wallet.dat вы сможете сохранить ваши средства до нескольких лет, а то и десятков. Говоря простым языком, до лучших времен, пока криптовалютные активы в просадке. И помните, что быстрые иксы и гарантии прибыли бывают только в мышеловках. Не допускайте ошибок людей, а также не допускайте чужих ошибок. Что по поводу рекламы, я оставляю право рекламировать непроверенные и сомнительные сайты с пометкой спонсорства. Потому что умные люди в этом случае поймут. Ну а с вами был Криптофатеев. Я надеюсь, что мои слова будут услышаны. И этот видеоролик поможет сохранить средства людей от ошибок в будущем.